Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Здравствуйте! Я нахожусь на Новинском бульваре. Передо мной памятник Федору Шаляпину. Здесь же рядом находится усадьба Федора Шаляпина. Эта усадьба на Новинском бульваре стала последним российским адресом великого певца перед его отъездом за границу и первым в России музеем, посвященным его творчеству. Эта мемориальная усадьба один из немногих сохранившихся образцов городской усадьбы 18 века. Ее Шаляпин приобрел в мае 1910 года на имя жены Иолы Торнади. Шаляпины произвели серьезный ремонт. В главный особняк привели газ, телефон, оборудовали котельную. В 1918 году особняк был национализирован и в дом подселили еще 16 семей. Всего Федор Шаляпин с семьей прожил здесь с 1910 по 1922 год. После отъезда Шаляпина в нем продолжали жить в условиях коммунальные квартиры его жена Иола и старшая дочь Ирина. Здесь два дома 25 и 27. Один из них сейчас, вы видите, идет ремонт. И они составляют комплекс усадьбы, не сгоревшей в пожарах 1812 года. В конце 1970-х годов к Олимпиаде 80 дом хотели сносить, но стараниями музейных работников и общественности удалось все же отстоять этот особняк. В 1988 году здесь наконец-то был открыт музей. Кстати, здесь всегда слышна музыка, даже если не заходить в сам музей, то даже на улице всегда слышно, что играет музыка. Вход со двора в этот музей. Я не знаю, работает ли этот музей сейчас, потому что многие музеи еще после пандемии не открылись. Здесь также есть сад. И вообще весь этот комплекс в 1978 году в плачевном состоянии был передан на баланс музыкального музея имени Глинки. И начались сложные многолетние работы по восстановлению усадьбы. Реставрация длилась более 8 лет. Многие подлинные вещи, мебель, личные вещи отца и матери, фотографии, письма передали в музей при его открытии дети Шаляпина. В семье Шаляпина и его жены, итальянской балерины Иолы Тарнади, было пять детей. Шаляпин очень любил своих детей и гордился их художественными успехами. Сын Борис стал известным художником и писал портреты выдающихся людей. Другой сын, Федор Шаляпин-младший, снялся в Волливуде, более чем полусотни фильмов. Надо сказать, что во время Первой мировой войны в здании музея, в здании усадьбы этой был организован финансируемый Шаляпином лазаре для солдат. В 1918 году здание национализировали. В этом доме часто бывали Марсин Горький, Леонид Андреев, Валентин Серов, Александр Куприн, Рахманинов, Иван Бунин, Розадин Станиславский. Вход в музей осуществляется через сад, в котором при жизни Шаляпина были построены небольшие беседки рядом с высаженными кустами липы, сирени и жасмина. Ну вот и все коротко об этом здании усадьбы, где жил Федор Шаляпин. Я с вами на этом буду прощаться. Всем желаю всего самого-самого доброго. Спасибо, что вы со мной на моем канале. Спасибо за просмотр моих видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.